Среди подлинных экспонатов из подмосковной усадьбы Абрамцево, где находится Государственный музей-заповедник, на выставке в Ульяновском краеведческом музее представлены живописные пейзажи, портретные зарисовки, эскизы театральных декораций, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, керамика. Перед именами их авторов преклоняешь голову. Воснецов, Поленов, Серов, Врубель. Выставочный проект посвящен 230-летию со дня рождения известного русского писателя Сергея Аксакова. Жизнь и творчество Сергея Тимофеевича неразрывно связаны не только с Симбирским краем, где было родовое имение его предков, но и усадьбы Абрамцево. Семья Аксаковых приобрела ее в 1843 году. Именно с этого момента начинается расцвет усадьбы Абрамцево. Здесь, как и в московском доме у Аксаковых, начинают собираться лучшие представители русской интеллигенции 19 века. Больше всех Сергей Тимофеевич дружил с Николаем Васильевичем Гоголем. Именно Гоголь призвал Аксакова к тому, чтобы он раскрылся как писатель. Следующими владельцами усадьбы Абрамцево после смерти Сергея Аксакова в 1870 году становится семья крупного предпринимателя и мецената Савва Ивановича Мамонтова. В Абрамцево начинают съезжаться великие русские художники. Такие, как Василий Поленов, Виктор Васнецов, Алексей Коровин, Илья Остроохов, Илья Репин, Валентин Серов. Елизавета Григорьевна, жена Савва Ивановича Мамонтова, которая тоже очень любила искусство, занималась еще и благотворительной деятельностью. Она открывает в Абрамцеве сначала лечебницу для крестьян, затем школу для крестьянских детей. А потом уже при школе организует столярную мастерскую, обучает детей столярному ремеслу. Вместе с Еленой Поленовой, сестрой художника Виктора Поленова, Елизавета Григорьевна занималась продвижением русского народного стиля, собирая предметы крестьянской утвари, мебели и делая их копии в своей столярной мастерской. Они тоже представлены на выставке. Не меньше интерес вызывают эскизы и матрешки художника Сергея Малютина. Именно в Абрамцево он сделал эскиз первой русской матрешки, а деревянную форму изготовил мастер Василий Звездочкин. Выставку завершают керамические скульптуры и эскизы знаменитого живописца, скульптора Михаила Врубеля. Он попал в Абрамцево случайно. Приехал проститься со своим другом Андреем Мамонтовым, сыном Саввы Ивановича. Да так и остался там работать, руководить заводом из рассовых и терракотовых декораций. Подлинные работы великих мастеров ульяновцев смогут увидеть до конца сентября.